Здравствуйте дорогие друзья, вы очень частенько задаете вопросы, где же брать хоноры, потому что хоноры нужны нам, чтобы мы могли покупать скиллы, как у клан торговца, и вот если вы маг, вам нужен будет снежный шторм, полторы тысячи хоноров, но отмена это для пвп, это такое, это можно и не покупать, если вы пве игрок, отмена сильно не поможет. В пвп против какого-то задоненного персонажа, также можно приобрести в рынке, также охота на монстров видим, тоже срб выбивается, черный лес видим, элитный главарь людоедов, искаженный элитный вурдалаг, но нам нужны хоноры именно, то есть мы откроем сверху мазин, дальше раздел адены и четвертый раздел, мы увидим, что тут есть, скиллы за хоноры, вот такие вот сундучки, вот я покупал себе на мага, восстановление заклинаний, очень крутой скилл, дело пойдет сейчас именно, вы копите хоноры, ради фиол скиллов, вся информация о товаре, вот первый скилл, так вы нигде не достанете фиол скиллы, но кроме, ну в катакомбах отступников можно в первый ранг, как бы там есть шанс получить фиол краску, но это такое, также можно выбить фиол краску там башни дерзости, там с некоторых рб, мы сейчас даже видим, если мы откроем аукцион, мы не видим фиол скиллов, то даже пушек, даже каких-то вещей в продаже, потому что оно стоит колоссальных денег и достать его очень тяжело, а так если мы фармим ордена славы, мы можем себе купить как красные скиллы, так и фиолетовые скиллы, первый скилл покупается на 68 уровне, второй скилл на 73, вот видите, у меня всего лишь 10 миллионов хонора, я даже не старался набить, у меня когда я 2 месяца назад выходил с топ сайда, как бы у меня на тот момент было 6 или 7 миллионов хонора, я сегодня расскажу сколько вы можете в день примерно нафармить хоноров, потому что вы часто задаете вопросы, где же брать эти хоноры, что это за хоноры и как их, где с чем едят, короче, так вот, я вам расскажу где взять хоноров и примерно сколько мы будем поднимать хоноров в день, если вы нормальный игрок, давайте назовем не игрок, а задрот, да, хороший задрот, бездонатный, спокойненько можете поднимать по миллиону хоноров, ну ладно, миллион загнул, ну вы в неделю можете спокойно, если там ходить, к примеру, остров пробуждения, посещать клан РБ, выполнять задания устателы НХСАД, проходить групповые подземелья, мировой босс, катакомбы отступников, некрополь, хотя бы первый раунд, и сейчас идет вот бонус ежедневный, вот такие вот задания ежедневные, видим тут еще 100к хонора дают, выполнять эти задания, там вы крутите и вам попадается 5000 хоноров, вы можете получить, в основном попадается 5000 хоноров или реликвия энергии, свитки заданий, вы можете получить 15-20, там не всегда попадаются хоноры, но можете 15, ну давайте 10-15 тысяч в день получать хонора, просто на изи, то что ивент на 43 дня, это уже 15 тысяч хонора, а если мы посчитаем ежедневно, вот возьмем по 15 тысяч хоноров, просто я хочу с них начать, то что, если вы состоите в топ сайте, вы и ваш клан, которым вы состоите, держит там, к примеру, замок Дион, как я был в клане, и тот клан, которым я был, держал замок Дион, вы могли каждый день ежедневно покупать по 15 тысяч хонора за Адену, давайте посчитаем, вот 15 тысяч хонора умножаем на 30, да, это 450 тысяч в месяц, и это только 450 тысяч заданий, которые, вот я сейчас, не будем за замок, замок это, там, ну, 50 человек в клане, будем говорить, да, мы за них не будем говорить, вот вы с этих заданий, вы за месяц прохождения вот этих заданий, вы получаете 450 тысяч хонора, подметим, так, сразу замок вычеркаем, потому что замок это для топ сайда, дальше, статуя Эн Хасад, полторы тысячи хоноров в день, давайте возьмем герановскую статую, потому что каждая статуя, она, вот, находится статуя в Дионе, то вы проходите квесты дионовские, если статуя находится в Геране, вы проходите квесты по герановским локациям, и вот видим 100, 300, и вот мы выбираем задания с 300 хонором, как бы я прохожу орановские всегда, потому что в Ороне очень много локаций, где очень много плотность мобов, и ты быстренько проходишь эти задания, но если вы не тянете орановские, плохо стоите в Геране, то берите всегда ниже, ниже берите, вот, к примеру, вы не тянете Геран, берете Дион, не тянете Дион, берете Глудио, то, что вам надо быстренько пройти, и берем всегда самые вкусные квесты, которые дают самое больше хонора, вот, можно по 100 взять, я раньше брал орановские квесты, потому что в Ороне мне часто попадались на заставу Тимак, вот, я брал 10 квестов, 1 тысячу хоноров за сколько, за 5 минут просто, потому что там, вот, именно застава Орков Тимак, там плотность мобов очень большая стоит, я выполнял там, это плюсуем еще, короче, полторы тысячи хоноров, это ежедневно, также, эта статуя, если вы новичок и стартуете, вы начинаете делать квесты, если я не ошибаюсь, или с 20 или с 30 уровня, вот, вы поделали квесты, статую, тут видим, что поручение обновится через 11 часов, видим, поручение 10 из 10 я сделал, а если вы новичок, вы начинающий игрок, и вы там 20 уровень, вот, я не помню просто, вот, 20 или с 30 уровня, с 20 уровня, с 20, наверное, уровня, если я ошибаюсь, поправьте меня, напишите в комментариях, пожалуйста, вы можете набрать вот этих квестов, пройти их, и потом вы берете следующий уровень, обновление, оно спадает, и вы сможете снова делать эти квесты, подфармить на каждом уровне, потому что, как бы, с 20 по 30 вы можете за час взять, но так, если вы играете в одно окно, вы только начали, то будет правильным делать, вот, вы поделали поручение статуи Нхасад, вы берете левел, вы опять набираете вот этих поручений, идете там по сюжетке, вот, поделали сначала статуи Нхасад все поручения, если, конечно, тянете, если вы будете там 3 часа делать одно задание, это не профитно, статуи мы разобрались, если что, пишите вопросики, задавайте, отвечу каждому индивидуально, статуи мы разобрались, переходим дальше, проходим групповые подземелья, мы откроем, мы нажимаем меню, подземелья, групповые подземелья, вот видим, ежедневно, воскресенье, вторник, четверг, понедельник, среда, но это неверно, это неверно, то, что в понедельник, вот, я не знаю, что это у меня сбилось, как оно, почему понедельник, среда, короче, вот эти все подземелья проходятся по дням, мы видим, да, только у меня почему-то неправильно, purple у меня что-то, и мы видим тут, эти подземелья открываются после 50 уровня, легкие, средние и трудные, если легкие, вы можете даже на 50, там, четвером, там, с хилом зайти, вы можете спокойненько проходить, легкие, очень легкие, вот, средние, я в соло еле тяну, вот, этот данж очень важный, я расскажу попозже, почему, в целом, основы, вы должны ходить во все вот эти подземелья, вот, видим, легкие, даже если взять легкие, мы тут фармим от 3 до 20 тысяч хонора, не знаю, мне постоянно 3 тысячи падало, когда я легкие проходил, в среднем мы видим от 4 до 25, и сложные от 5 до 30, берем малое число, ежедневно вы проходите данж, это 3 тысячи хонору, ну, 3 до 20 тысяч, вы можете создать на своем персонаже еще альтов, кроме розе, у меня еще есть персонажи, на которых, когда у меня есть настроение, я хожу в эти данжи, вы скажете, зачем, если мы нажмем, к примеру, вот, на предмет, на хоноры, мы увидим вот такую вот, вот сумочку, или что это, это означает, что мы не можем положить хоноры на ваш склад, который между вашими альтами, как бы, склад 1, если вы, к примеру, я захочу нового персонажа создать на аккаунте розе, альта, то склад будет 1, я могу, к примеру, вот, мы открываем склад, вложим что-то на склад, мы выходим, заходим вот на альта, которого я хотел качнуть, но как-то что-то не пошел у меня, у меня на аккаунте розе еще есть 3 перса, кроме розе, так вот, если я на розе прошел подземелье, то на альте мы можем пройти опять подземелье, если мы откроем склад, мы увидим, что склад 1 для всех альтов на аккаунте, так, видимо, тут уже 400 хоноров есть, прилично, так как хоноры не передаются, вы там, ну, смысл фармить, я скажу, есть большой смысл фармить именно подземелье, 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 тайное хранилище Небулита, там вы охраняете кристалл, на который атакуют мобы, и в конце, когда вы убиваете там вот эти волны моб, появляется босс, убиваете и получаете, вы еще дополнительно, не указано, конечно, но вы получаете сундук с часами на выбор, и вы можете там выбрать, вот, к примеру, часы разоренного замка, и вот, если вы альтами, к примеру, вы понимаете, что вы соло не пройдете этот данж, у вас есть альты, как у меня на аккаунте, вы видите, там в чате кто-то пишет, собираю в данж, переходите с основы на альта своего, и идете в данж, или с друзьями собираетесь, ходите в этот данж, не знали, то есть печать наследника, видимо, одна у меня куплена, 400 алмазов стоит, это открывает ячейку на аккаунте, чтобы вы могли создать нового персонажа, и вот, вы можете, кроме, вот, Розе, я могу еще 5 персонажей создать, и ходить, тайное хранилище Небулита, только в тайном хранилище Небулита, дают сундучок с часами на выбор, разоренный замок, или остров Нистовства, там, в зависимости, что вам нужно, Адена, или Ордена, но я бы выбрал Ордена, потому что Адену можно пофармить, как бы, и в руинах Беоры, если у вас, конечно, нет там активного вара, или вы можете просто посидеть над чаром, пока он фармит Адену, то разоренный замок, вы понимаете, если мы откроем, увидим, что это групповое подземелье 2 раза в неделю, и вы можете с этого группового подземелья иметь плюс 12 часов, у меня получается, если, вот я стою час в разоренном замке, это где-то 25 тысяч хонора, вот, 60-й замок, разе стоит, это 25 тысяч хонора, это 300 тысяч хонора в неделю получается, примерно, в печати наследника пооткрываю еще 2 ячейки, и выкачаю твинов до 50 уровня, я буду ходить в храм Небулита, и получать эти часы, вложить их в склад, и фармить ордена в замке, вот, 300 тысяч, это за счет своих альтов, ну, конечно, если у вас 3 альта всего лишь, ну, потому что вы не хотите донатить, то уменьшаем эту цифру до 3 альтов, просто 150 тысяч в неделю, easy, да? easy, man, так, перейдем на разе и продолжим, остров пробуждения, это уже 3 место, где мы фармим ордена славы, для ленивых, вообще ленивых, таких преленивых людей, 20 тысяч ордена славы с одного острова пробуждения, что это за остров пробуждения, если мы откроем подземелье, увидим мир и видим остров пробуждения, понедельник, пятница, длится событие всего лишь полчаса, за полчаса вы можете нафармить 20 тысяч хонора, если вы пвешник какой-то, вы можете взять просто, вот я могу переключиться, но мне не нужно ямах, но если вы милишник какой-то, вы можете переключиться спокойно на лучника, и вот этом острове пробуждения, остров пробуждения, есть пробужденные боссы, мы видим с них выпадают вот такие вот сундучки, в которых выпадают ордена славы и кристаллы, также выпадают вот эти кошачьи банды души, но это отдельное видео, не знаю нужно, не нужно, пишите в комментариях, нужно ли вам разъяснение по душам, по алхимии, по печатям души, по мастерству, видосики, я с удовольствием для вас это сделаю, и так, давайте, подземелье, остров пробуждения, продолжаем, видим вот такие боссы, если один раз, один раз вы ударите лучником по боссу, всего лишь один раз, при смерти босса, вы получаете вот такой вот сундучок, у меня где-то там было видео, я его вставлю, когда я был в топ сайде, остров пробуждения, мне приносил, где-то, 60 тысяч ордена славы, и 100 тысяч кристаллов, кошачьи души, потому что кошачьи души, идут в любую душу, они как бы, в коллекцию сами души не идут, но они апают другие души, как бы, каждая душа там стоит, определенное количество, очков апа той или иной души, та цифра не меняется, которая апает, если вы понимаете, как его проходить, всего лишь бежать за толпой, конечно, если это не толпа варом, одну плюшку боссу, получаете сундучок, и примерно, если вы будете, вот, бегать за толпой, около 20 тысяч, ордена славы, примерно, ну, так, если вы, там, ПВЕ клане, который, там, КЛ с головой, дружит со всеми ПВП кланами, организует этот остров пробуждения, спрашиваете у своего КЛ, что он, они ходят или нет, и вместе с КЛ ходите по боссам, потому что, остров пробуждения, очень важен, потому что, ордена славы, это, ну, это почти, как бы, важнейший, важнейшая монета, пока других методов, я не вижу покупки филл скиллов, мировые боссы, продолжаем, так, мировые боссы, если мы откроем, вот такую голову, видим, боссов, вот, мировые боссы, это, такие боссы, за которые дают сундучок, с этого сундучка, вы лутаете, немного, антиквальные вещи, ордена славы, реликвию энергии, так вот, эти боссы, появляются, вот, в осак, искривленный Крумы, утром, и еще два босса, получается, Райла, Райла, и, Кастур, вечером, с них еще, я кстати, видел, синька падает, и вы фармите эти боссы, вот там, быстренько, фармите эти боссы, если у вас нормальный сервер, там, не отшибленные на голову, пвп сайды, которые всех вырезают, то вы спокойненько, приходите, там, даете плюшку, этому боссу, получаете, в виде реликвии энергии, ордена славы, и, и антиквальные вещи, ну, в день, где-то, 20 тысяч, ордена славы, должно получаться, теперь мы подошли, к самому вкусному, это, катакомбы, отступников, если мы, ну, все, кто играет, линейдж 2 мобайл, проходят, катакомбы, отступников, это, понедельник, среда, пятница, это, поход в одиночку, и суббота, воскресенье, это, поход, кланам, одинаковые, награды, там, если вы побеждаете, вам, дают камень, рандомно, или, на класс, или, на агатеон, вы можете, там, ну, создать, карту класса, и вам, дропнется, рандомный, красный герой, или, агатеон, если вы, проигрываете, так, вам дают, вот, такую вот, эссенцию, катакомб, почту, после победы, или поражения, приходит, вот такой вот, сундучок, золотой, какой вы видели, или, такой, коричневенький, сундучок, поражения, так вот, сундучка, поражения, выпадает, одна тысяча, ордена славы, а, сундучка победы, две тысячи, ордена славы, плюсуем еще, короче, два косаря, и, по завершению, стрел, какой вы попадете, лигу, чтобы, попасть, хотя бы, в лигу новичок, вам нужно сыграть, ну, попасть на эти, катакомбы отступников, всего лишь, пять раз, и вам, тоже там, неплохо, насыпят награды, там, тоже, ордена славы, туши, карты класса, карты агатионов, там, зелья пробуждения, также, за катакомбы отступников, поход, кланов, и там, карты дают, тоже вкусняшки, разные, очень много, так, катакомбы отступников, мы прошли, к разоренный замок, вам дается время доступа, ежедневно, один час, и вот я, на персонажа Розе, за вас, я там не знаю, кто-то писал, он всего 5к, может час фармить, в разоренном замке, но видно, это какой-то новичок, 5к, это тоже хорошо, плюс, в разоренном замке, вы качаете, своего персонажа, потому что, разоренный замок, это, в основном, ордена славы, и получение опыта, я рассказывал про часы, одни часы, мы можем, вот, купить еще дополнительно, час, мы можем за 300 тысяч, отдай на купить, в донат магазине, и, также я рассказывал, про групповые подземелья, вот, если, во вторник и четверг, во вторник, я точно знаю, во вторник и четверг, неправильно написано, если я пойду, Розе, в подземелье, это, я получу, от 3 до 20 тысяч, ордена славы, плюс, мне дадут, вот такие вот, часы, замка, и, также, если я, перейду на альта, и пройду, я заработаю, эти часы замка, и передам, через, работника, склада, если мы, вот, нажмем на часы, мы видим, что, тут, нарисован, такой, карманчик, это, значит, что, можно передавать, через склад, Разоренный замок, начинается, 40 левела, то, вы, с ним, как бы, знакомитесь, или 45, подождите, я не помню, вроде бы, 40 уровня, 1 час, дается в день, Некрополь, Некрополь, видим, проходит, вторник, четверг, суббота, воскресенье, Некрополь, это, королевская битва, на выживание, там, три этапа, получается, и, почему я, добавил Некрополь, потому что, в Некрополе, вам дают, 5000 ордена славы, если вы проходите второй уровень, вам еще 10 тысяч, итого 15 тысяч ордена славы, но, мы надеемся на первый уровень, потому что, я помню себя, как персонажа Розе, что-то, 70 урона, и, 130 точности, примерно, я туда ходил, первый уровень легко пройти, вот второй, там уже, жесткие мобы, и тебя, просто сносят все, практически, просто масс с ухами, там, убивают, и, вот, я добавил, Некрополь, по причине, то, что, персонажи, начиная, там, 70 урона, это, я за мага говорю, и, 130 точности, вы можете, спокойненько, ходить, и пытать удачу, в Некрополе, чтобы получить, за первый уровень, судачок, если вы, очень слабый, то, я не, не рекомендую, не рекомендую, вообще, ну, как бы, посещать, Некрополь, то, что, это трата времени, если у вас нет буста, вам там, даже мобы дадут прикурить, так, Некрополь, плюс 5к, это, если мы, первый уровень, проходим, королевской битвы, на почту, и, мы получаем 5к, ордена славы, плюс, если я не ошибаюсь, там, дается, задание, с орденами славы, вроде бы, я давно, в Некрополе, не был, потому, что, ну, я слабый, теперь, если вы состоите в клане, вы ежедневно должны, мы забираем ежедневную награду, 450, видим, ордена славы, и взносы, за 300 тысяч адены, три раза мы делаем взнос, и полторы тысячи, итого, две тысячи, ордена славы, клановые, РБ, 21.30, после Оли, сразу, если вы, фармите, к примеру, давайте, слетаем, вот, есть такое, рейдовое подземелье, и видим, с одного сундучка, может выпасть, это, с каждого, РБ, вот, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, боссов, и с одного босса, может выпасть, от 5400, ордена славы, до 36 тысяч, 100к, ордена славы, в неделю, клан РБ, также, я хочу заметить, на данный момент, бонусы, очень вкусные, бонусы, я думаю, если вы там, увидите это видео, через два месяца, если планета, земля, еще будет жива, конечно, вот такие вот, свитки, да, плюс, видим, ежедневная помощь, где вы получаете, свитки, видим, карту, от редкого, до героического, ну, я ни разу, героически, не вытягивал, если мы будем, проходить, вот эти свитки, то, ну, пять свитков в день, да, получается, мы проходим, и там есть, вы крутите задание, это обычные свитки, рандомно, вы можете вытащить там, или карты класса, или реликвию энергии, или кристаллы, так вот, вы крутите, там получается, вот обновить, вы крутите, именно квесты, с орденами славы, карты класса, или героическая душа, вроде бы, это сложно вытащить, вы рассчитываете, что вам попадались, ордена славы, но это я, я так делаю, может, кому-то не нужны ордена славы, вы крутите, что-то другое, если крутить ордена славы, с того квеста, получается, что у меня, ну, выходит, где-то, 15 тысяч ордена славы, по 5к, ордена славы, можно с одного квеста, вытащить, и, ну, очень часто попадаются, там, или реликвия энергии, или ордена славы, ну, в целом, 15 тысяч ордена славы, этот бонус, ежедневный, как бы, ну, тут, видим, на 8 день, карту дают, тут 100к ордена славы, 100к знаков поручения, карта агатиона, и, вот эти сосульки, камень души, который мы создаем, это сейчас ивент идет, но мы об этом не думаем, потому что мы все играем, по своим возможностям, в целом, этот ролик настроен на то, чтобы, где мы сколько фармим, где и как фармить ордена славы, если ты знаешь, еще способы фарма ордена славы, а, да, чуть не забыл, ордена славы, конечно, мы можем фармить, покупая донат, вот, берем минималку всегда, 20 тысяч ордена славы, тут 5 сундучков, это, с одного донатного сундучка, мы получаем 100 тысяч ордена славы, если мы покупаем, по 4 пака, еженедельно, только с доната, 800 тысяч ордена славы, вы просто понимаете, насколько донеры, которые еженедельно донят, как бы, это я минималку взял, и давайте теперь посчитаем, да, вот это все, вот сейчас я посчитаю все, 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 350к разделяем на 7, вот, 450к в неделю, если вы будете выполнять, что я перечислил ранее, вы сможете ежедневно фармить, по 64 тысячи ордена славы, 64 тысячи ордена славы, мы умножаем на 30 дней, и, то бишь, в месяц, 1 миллион, 920 тысяч ордена славы, то бишь, вы можете, если вы будете активным клановым игроком, вы будете посещать мировых боссов, ходить на остров пробуждения кучу, ну, вы сами понимаете, нужно очень много уделять, линейдж 2 мобайл времени, если вы не такой активный, там пропускаете утришнее, да, к примеру, получается, вы там, полмесяца берем, да, то мы делим, как бы, на 2, миллион ордена славы в месяц, это, если вы не очень активный игрок, там, играете через день, ходите не везде, но, то, что, если вы активный клановый игрок, вы посещаете клановых боссов, вы фармите со своим кланом, клановых боссов, фармите ордена славы с этих боссов, если вы еще и вызываете этих клановых боссов, с РБ самих выпадают ордена славы, заведено в кланах нормальных, то, тот, кто вызывает клановых боссов, это стоит нормально адены, тот собирает эти ордена славы, это еще плюс ордена славы, чтоб не соврать, вот, когда в топ сайде, я был в клане OG, там был такой раздел в клане, что, типа, кому не хватает ордена славы, на килл ты пишешь там количество своих ордена славы и получается я вызывал всех боссов вот у меня получилось 500 тысяч ордена славы еженедельно вызывать босса но это очень дорого падения потому что если мы возьмем создать вот ключ полтора миллиона короче это но это надо считать это но это очень дорого падение то бишь если вы фри игрок без доната играете в кайф я не говорю за людей которые только начали то что то что я рассказываю это для игроков 60 плюс которые уже знают игру потому что вы стартанули вы даже наверное 50 уровень не взяли и вы не имеете понятия что за островы пробуждения что за мировые боссы катакумбы отступников столько информации просто переварить нереально это я рассказываю для людей которые вот 60 плюс уровне ну и для тех кто будет играть линейш 2 мобайл вы должны это знать где брать ордена славы чтобы покупать у клан торговца хотелось бы купить агатиона кланова торговца то что они дают тоже там коллекции закрывают ордена славы во первых нужны для покупки скиллов как в клан торговца так и в донат магазине вот такие вот сундучки мы видим но это уже 68 уровень это вы должны себя подготавливать к этому где брать ордена славы и где вы будете покупать фиол скиллы на ваш класс видим у меня сейчас 10 миллионов хонора мне нужно 30 миллионов хонора чтобы купить второй сундук то что первый сундук я купил когда был в топ сайде то там как бы я посещал все мероприятия то как бы очень быстренько фармились ордена славы это сейчас я как бы подзабил можно сказать три месяца я ничего не делал но за три месяца у меня накопилось три миллиона ордена славы я не посещал мировые рб я пропускал очень кучу олимпиад только получается стоял разоренный замок один час день брал там клановую помощь я не летал на остров пробуждения на групповые подземелья потому что ну то что мне не было возможности ну и я хотел уже забить на игру так сложились обстоятельства что у меня не было возможности играть и как бы я пропускал очень много и если ты не тратишь время на линейдж 2 мобайл то какой смысл в нее играть то что можно ради красивой картинки посмотреть локации по проходить квесты там поизучать скиллы такое просто изучить игру очень интересная игра очень красивая плюс она мобильная это очень важно то короче ребятушки все что я перечислил пишите ваше мнение где вы берете ордена славы все ли я перечислил по по местам фарма ордена славы что вы об этом думаете напишите в коментах сколько вы тратите времени на линейдж 2 мобайл а